Стабилизатор Представьте свой генератор, который мой папа забрал. Это ж когда где-то обращается этот винт, то появляется электрический ток. И что эта штука называется стабилизатор? Всем привет! Сегодня мы с сыном испытали наш самодельный ветрогенератор. Собрали мы его из детской вертушки, из запчастей, которые вы ранее могли видеть в наших роликах. В данном случае это лего электростанция. Парочка катушек, магниты и даже никакого редуктора. На улице этот генератор вполне себя хорошо проявил, но, к сожалению, прочности его не хватило. И как видите, одна лопасть у нас просто-напросто отломалась. Поэтому дальнейшие пробы и тесты этого генератора я решил провести дома. Тут тише, не так холодно и можно показать все наглядно. В первую очередь, конечно, подключим наш вольтметр. Напряжение генератора не очень большое. Переменного напряжения достаточно, чтобы зажечь лампочку 6 вольт или же светодиодный фонарь. Причем достаточно ярко. Сейчас диапазон на вольтметре установлен на шкалу 6 вольт и на переменное напряжение. Давайте посмотрим, что будет, если я буду вращать в области генератора. Как видите, небольшого усилия достаточно для того, чтобы получить напряжение в 6 вольт. На улице этот вентилятор вращался гораздо сильнее. Ну, самое интересное, конечно, будет, что можно с помощью него запитать. Ответ на этот вопрос мы сейчас и получим. Я уберу наш вольтметр. А теперь давайте проверим наш генератор под нагрузкой. Я подключу к нему вот такой светодиодный фонарь. Я не буду выпрямлять напряжение, и фонарь будет мигать в такт частоте нашего генератора. Частота достаточно низкая, потому что я не использую редукторов. Вращаем. Вот, как видите, каждый оборот сопровождается вспышкой. Ну, а теперь самое интересное. Можно ли с помощью этого генератора зарядить сотовый телефон? Давайте проверим. Я убираю наш фонарь. К фотоштативу, на который я закрепил наш ветрогенератор, я примотал изолентой стабилизатор. О том, как сделать такой стабилизатор, я писал ранее и даже снял ролик. Сейчас я ко входам переменного напряжения этого стабилизатора подключаю выход генератора. А с выхода стабилизатора, через вот этот USB разъем, я подключу многострадальный телефончик. Надеюсь, так вам будет хорошо виду экран этого телефона. Итак, представим себе, что задул ветер. Ну, как видите, телефончик сразу стал заряжаться. Ветер прекратился, заряд прекратился. Попробуем еще разок. Ну, конечно, мой палец это не ветер. Стабильности от него не дождешься. Ну, отдыхая на природе или где-нибудь на островах, на берегу, поставив вот такой вот ветрячок, можно не опасаться того, что у вас сядет батарейка, и вы не сможете зарядить свой сотовый телефон. Генератор достаточно компактный. Ну, конечно, рекомендую заменить детскую вертушку на что-нибудь более крепкое. Хотя ее вполне хватает, чтобы заряжать электронные девайсы. Всем пока!